Привет, меня зовут Наталья. Добро пожаловать на мой канал Алмазная Мозаика в США. И в этом видео я хотела показать вам две вещи. Первая, свою оформленную в рамку работу от магазина Crystal Canvas Art. Это американская компания, которая разрабатывает схемы только с мерцающими стразами. Вышла я ее, наверное, или в прошлом году, или в начале этого года. Купила я ее на распродаже. Там было, по-моему, 30% off-sale. И она стоила, по-моему, 25, и я ее купила за 17. И размер довольно-таки нестандартный здесь для Соединенных Штатов. Где-то 50 на 30 сантиметров. И я очень долго не могла купить рамку для нее, хотя планировала отдать эту картину как подарок в preschool своей дочери, в которую она ходит. Она христианская. И я думаю, что вот такой вот крест будет уместен подарить им. Вот именно самой школе не учителю, а учителю дом. Понятно. А индивидуальный подарок. Ну, а вот это для школы именно, чтобы хоть какая-то у них память осталась о моей дочке. Да вообще, высказать им благодарность за то, как они вели занятия, что они делали для детей. Вот я бы хотела им подарить. Ну и так вот, я очень долго не могла найти рамку. В магазинах было практически невозможно, потому что, опять-таки, нестандартный размер. Насколько я помню, 50 на 30 сантиметров. Может быть, я ошибаюсь. Вот. И единственное, что я смогла сделать, это купить, заказать, вернее, рамку в магазине R2 Frames. Она очень популярна здесь, в Соединенных Штатах. Вы можете абсолютно любой размер заказать. С паспарту, без паспарту. Ну, на алмазную мозаику я без паспарту всегда заказываю. Вот. Она довольно-таки простая. Думаю, что она сделана из пластика под деревом и с акриловым стеклом. То есть, это не настоящее стекло, пластиковое. И это делает ее довольно-таки легкой. Поэтому то, что надо, как раз для алмазки. Потому что алмазка сама получается довольно-таки тяжелой. Хотя с бисером, конечно же, не сравнится. Очень красивая вышивка получилась. Все вернее мозаика. К сожалению, камера не передает тот интенсивный блеск, который вижу я вне камеры. Очень блестит. Ну, вы сами понимаете, она сделана мерцающими стразами. Естественно, она будет блестеть. Много цветов. Ну, в общем, красиво получилось. Вот так вот я ее оформила. Сама рафинка стоила около 23 долларов или что-то в этом роде. Если бы, конечно же, покупала в магазине этот размер, я могла бы на распродажу купить намного дешевле. Но так как не получилось, нестандартный размер, пришлось запомнить полную цену. Это первое, что я вам хотела показать. Моему мужу так понравилось. Вообще, он не любитель алмазки. Ну, как все мужчины, они не очень любят все это блестящее. Да и не все женщины это любят. Вот, даже ему очень понравилась эта мозаика. И он попросил меня не отдавать это в прескул, а оставить у себя дома. Я говорю, ну, слушай, ну, я куплю еще один раз, выложу такую. Ну, надо же все-таки в школе что-то подарить. У меня, конечно же, есть несколько алмазок. Но вот это вот я категорически не хочу никому дарить. Мне оно очень нравится. Это Christmas, Рождество вообще ни к чему. Есть у меня, конечно же, русалочка. Но русалочку я подарю в русский детский садик. Вот, так что. Так. К сожалению, больше у меня вышивок нет. Все я пораздарила. Дальше. Второе, что я бы хотела вам показать, и это свои брелоки. Они вообще называются здесь purse charms. Это как бы не брелоки. Это должно быть purse charms. То есть ты их вешаешь на сумочку, и они вот как вот эти вот оберег, что ли, талисман, талисман, наверное, носишь на сумке. И это, наверное, правильно, потому что не все знают, что их нужно заливать или жидким стеклом, или покрывать лаком, потому что вы же сами понимаете, что будет трение. Ну, если вы будете использовать их как брелок, то будет постоянное трение. И кристаллики могут просто-напросто отвалиться, поэтому, конечно же, нужно их покрывать чем-нибудь жидким стеклом тем же. Но я не хочу опять возиться с этим жидким стеклом. Что я сделаю? Я просто-напросто покрою их лаком, вот, и думаю, что все будет нормально. Хотя предыдущие вот эти вот purse charms, которые я делала, у меня много видео на эту тему, я заливала жидким стеклом, и они до сих пор как новые. Но с ним очень много возни, и это как минимум два дня ты теряешь, потому что с одной стороны они должны высыхать, и с другой стороны. Одна женщина, американский блогер, по алмазной мозаике порекомендовала вот этот вот Liquitex. Это лак. Вот, и он, в принципе, довольно-таки неплохой. Ненастойка, конечно, он классно держит, как жидкое стекло, но, по крайней мере, индивидуальный блеск каждой стразинки не убирается. Вот она первая. Ну, и держит он, в принципе, неплохо, если вы ее будете использовать именно вот как талисманчик, не как брелок. Еще одна. Вот эта вот очень красивая, но на камере она как-то не очень смотрится, между прочим. Вот эта мне больше всего нравится. Еще одна. Я, в принципе, практически никаких изменений не вносила. Так, очень-очень маленький. Следовала инструкциям. Обычно я свой дизайн придумываю на этих бабочек. Купила я их на Амазоне за где-то 12 баксов. Хотя раньше покупала на Алиэкспрессе, они были очень-очень-очень дешевые, где-то 5 долларов за 5 бабочек. И можно вот их как подарок подарить знакомым, друзьям, коллегам. Вот, на этом все. Еще у меня будет... Я в этом... На этой неделе буду очень продуктивной, если ничего не случится. Не хочу, конечно, догадывать. Сниму, как минимум, еще два видео. Я практически закончила... Ну, не всю, конечно, а ряд, да? У меня там два ряда еще осталось. Ряд с бисером. Не хочу вам все показывать. Бисерная работа от кладовства бисера. Надеюсь, что сегодня закончу. Сниму или сегодня видео вечером, или у нас сегодня... У нас сейчас утро, воскресенье, или же завтра. Вот свой процесс по бисерной работе. И я... Если вы следите за моим каналом, вы знаете, что я была в командировке на той неделе в Северной Каролине, и я туда... Там зашла в Хаби-Лаби. И вы давно меня просили снять видео об алмазной мазаке в США. Я снимала подобное видео года два назад, где рассказывала об алмазной мазаке здесь в Соединенных Штатах. За эти два года столько всего поменялось в лучшую сторону по алмазной мазаке. Поэтому я... Я сейчас набираю материал, снимаю в различных магазинах. Вот. И как только у меня будет время, я смонтирую это все и расскажу, как обстоят дела с алмазной мазакой здесь, в Соединенных Штатах Америки. Вот. На этом все. Спасибо большое за внимание. И скоро увидимся.